Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и сегодня мы продолжаем играть в мою кофейню рецепта и истории. Начинаем с того же момента, где мы и остановились, и нам нужно поговорить с Биллом. Билл, расскажите, что случилось на пикнике с Мэри? Я только рот открыл, чтобы сказать, Мэри, будь моей женой, как появляется королева и лепит мне пощечину, забирает мое кольцо, то есть кольцо, которое предназначалось Мэри. Еще и Ватсон, не пойми, откуда взялся, просто безумие какое-то. Действительно, откуда там взялся Холмс? Откуда мне знать? Я твержу Ватсону, что он должен арестовать королеву. Полицейский своими глазами видел, это горе-диджей только что меня ограбило. А что Холмс? Говорит, что это я задержан по подозрению в краже кольца. Подождите, а я что-то не до конца понимаю. Вот, и я о том же. У меня от таких заявлений вообще системный сбой случился. Ватсон сказал, что нам надо пройти в участок, чтобы во всем разобраться. И что вы? Ну, я и пошел. Я был в таком шоке, что вообще ничего не соображал. Вы все это время были в полиции? Наверное. Не знаю, сколько мы проторчали в участке. Ситуация напоминала дурной сон. Королева обвиняет меня, а я говорю, что не виноват. Что это у нее? От низких частот начались проблемы с головой. И так по кругу. В конце концов, Ватсон не выдержал и отправил нас к королевой по домам. А кольцо оставил в сейфе у себя в кабинете. Сказал, что ему нужно время, чтобы прояснить ситуацию. Странно. А вы точно не крали это кольцо? Конечно, нет. Я никогда ничего не крал. Ну, из невиртуального. Тогда почему королева считает, что вы виноваты? Откуда мне знать? Этого у нее лучше спросите. Хорошо. Королева. У меня есть пара вопросов по поводу ситуации с Биллом. Задайте их. Только быстрее. Времени очень мало. У меня скоро самолет. Ого. И куда летите? В успешную жизнь. Так что вы хотели узнать? Вы действительно верите, что Билл украл ваше кольцо? Да. И есть железобетонные основания для этого? Расскажите подробнее. Простите, не могу. Очень спешу. Я уже раз десять надиктовала всю историю Ватсону в участке. Клянусь, если придется повторить это еще раз, мне станет плохо. Поговорите с Холмсом. Он в курсе подробностей. Хорошо. Ватсон, по поводу ситуации с Биллом и королевой. А, так вы уже в курсе? Забавный случай. Вы уже выяснили, что произошло на самом деле. В процессе. Пока ни одна из сторон не предъявила весомых доказательств. Доказательств чего? Право собственности на кольцо, естественно. Без этого я не могу установить факт кражи и предъявить обвинение. Пока вся ситуация сводится к слову Билла против слова королевы. И что они говорят? Королева заявила, что кольцо ее фамильное реликвие. Досталось ей от прабабушки. Украшения передавали из поколения в поколение от матери к дочке. Поэтому документов на него нет. А Билл? Твердит, что купил украшения, но не смог предъявить чек. Название магазина тоже не сказал. Полицейская интуиция подсказывает, что он что-то скрывает. Как вы думаете, что Билл действительно виноват? Я не думаю. Я делаю выводы из фактов и наблюдений. Пока того и другого недостаточно. Поэтому я отправил обоих по домам. А кольцо оставил в участке. Внес в опись. Оформил все как надо. Не переживайте, рано или поздно украшение вернется к своему законному владельцу. Да, и еще один момент. Да? Может, вы поговорите с Биллом по поводу его версии событий? Возможно, я малость переборщил с плохим полицейским и заполнением протоколов. Парень под конец совсем закрылся. Хорошо, я попробую. Билл, мне удалось перекинуться парой слов с Ватсоном. Возникло несколько вопросов. Задайте их. Все что угодно, лишь бы вернуть мое кольцо. Почему вы не захотели называть магазин, где вы приобрели украшение? И вы туда же? Какая разница, где я раздобыл... Ээээ... купил кольцо. Я жертва, а не преступник, понимаете? И вместо того, чтобы вернуть мне собственность, полиция отпускает преступника на все четыре стороны. Возмутительно. Видимо, у Ватсона недостаточно оснований, чтобы запретить королеве покинуть город. У нее забронирован билет на самолет. Ха! Поправочка. Билет был забронирован. Будет знать, как связываться с программистом век... век информационных технологий. Что вы имеете в виду? Лучше у королевы спросите, когда она вернется из аэропорта. Думаю, она должна скоро к вам заглянуть. Уверен, что так и случится. Хе-хе-хе-хе. Окей. Так, все запомнили? С программистом ругаться нельзя. Мэри, о чем задумались? Сколько случилось за последнее время? Кажется, я только вчера просила вас установить витрину с чизкейками для меня и Бена. А сейчас мы даже здороваемся через раз. Да уж. Жалеете, что не срослось с Беном? Наоборот, я даже благодарна Бену. Без него мой Билл, наверное, до сих пор страдал бы от тайной неразделенной любви. Но вид у вас все равно немного грустный. Это потому, что у вас мало рецептов с чизкейками. То, что есть в меню, уже немного приелось. Назовите рецепт, и мы постараемся его сделать. Правда? Мне очень хочется попробовать чизкейк лесные ягоды. Ну хорошо, видимо, мне придется купить оборудование для лесных ягод. Оно стоит 660 тысяч монет. И мы его сейчас купим. Я сейчас быстренько сделаю все рецептики. Чизкейк лесные ягоды специально для вас, Мэри. О, как вкусно! Знаете, каждый новый рецепт у вас получается вкуснее предыдущего. Вот возьмите алмазик. Благодарю. С нами хочет поговорить Маргарет. Но думаю, что мы поговорим с нашими посетителями, пока ждем королеву. Вы кажетесь немного задумчивой. В чем дело? Вспомнилось кое-что из молодости. Вижу, у вас появились лесные ягоды. Можно мне чашечку латте-таежный романс? Конечно. Латте-таежный романс. Ваш латте-таежный романс. О, спасибо. Да, вкус как у тех самых ягод. Каких ягод? Которые я месяц жевала в тайге, пока мне эти дураки из штаба организовывали эвакуацию. Ох, Ла-Ла, опять заговорилась. Спасибо за кофе. Вот возьмите три алмазика. Благодарю. У Маргарет такая насыщенная жизнь. Эльза, не можете определиться с заказом? Хотите чего-нибудь послаще? Не в этот раз. Вы подаете десерт зимней ягоды? Мне захотелось чего-нибудь с кислинкой. Хорошо, сейчас подам. Ваш десерт зимние ягоды. Приятного аппетита. Отлично. Так хочется чего-нибудь кисленького. А почему вы решили остановить свой выбор именно на этом десерте? Скажем, я решила открыть себя для новых ощущений. Можете туда еще и горчицы добавить? Пожалуй, но... Шучу. Кстати, спасибо за десерт. Вот возьмите алмазик. Очень вкусно. Благодарю. Кевин, как настроение? Не очень. Доктор сказал, что это из-за стресса на работе и недостатка витаминов. Вам прописали что-нибудь? Порекомендовали пить смузи из фруктов и овощей. Бх, редкостная гадость. Кстати, у меня идея. Какая? Можете приготовить капучино ягодный смузи. Может, вместе с кофе эта штука не будет такой противной. Ну, давайте попробуем. Ваш капучино ягодный смузи. Спасибо. А что, вкусно? Чертовски вкусно. Вот возьмите три алмазика за спасение моего настроения. Ну и здоровья тоже. Благодарю. Итак, у нас как раз появилась здесь королева. Привет, королева. Ой, кажется, вас что-то сильно расстроило. Это слабо сказано. Все, очкарик допрыгался. Ух, попадется он мне. Это вы про кого? Расскажите, что случилось. Фух. Хорошо, только приготовьте мне сначала шоколадное мороженое с шафраном. Мне нужно немного остыть. Иначе я просто взорвусь от злости. Ладно. Пожалуйста, ваше шоколадное мороженое с шафраном. Ох, спасибо. Отлегло немного. Короче, кто-то, и вы прекрасно знаете кто, отменил мою бронь билета и выкупил его. В результате я профукала шанс вырваться в большой шоу-бизнес. Это как? Полгода я пахала, как лошадь, и с кожи вон лезла, чтобы засветиться перед нужными людьми. В результате крутейший диджей пригласил меня выступить на разогреве на его концерте. Получается, самолет должен был доставить вас на мероприятие? Да. А теперь я по-крупному села в лужу, если только вы вдруг не знаете способа, как преодолеть пару тысяч миль за пять часов. А другого рейса не было? Через двадцать часов. Слишком поздно. Я уже никак не успевала бы. Мне очень жаль королева. Спасибо, но я в долгу не осталась. Билл хотел войны, и он ее получил. Это как? По пути сюда я заскочила в участок и официально подала заявление на Билла, кража кольца и взлом базы данных аэропорта. Кстати, почему вы считаете, что он причастен к пропаже кольца? Вот давайте я все расскажу, а вы уже сами решайте. Секундочку, телефон звонит. Это мой агент, мне нужно ответить. Давайте вернемся к этому разговору немного позже. Хорошо. Эээ, а когда позже? О, она встала и ушла. Видимо, скоро вернется. Ну что ж, мы ее дождемся. Итак, королева вновь с нами. Как прошел разговор Айт с агентом? Вы выглядите расстроенной. Эх, после такого провала я смогу разве что на детских утренниках выступать. Для такого агенты не нужны. Короче, нет у меня больше ни агента, ни будущего. Ужас. И ситуацию никак не исправить. Нет, и все из-за этого пухлого очкарика. Ах да, я же хотела рассказать вам, как пропало бабушкино кольцо. Будете знать, какой человек на самом деле этот Билл. Рассказывайте. Пару недель назад я вызвала его повесить этот. Ну, штучка такая, которая сигнал Wi-Fi делает лучше. Коммутатор? Ну да, наверное. В общем, мне только-только сообщили, что я буду выступать на разогреве. Естественно, встал вопрос, во что одеться. Знаете, как это бывает? Я достала всю одежду, обувь, украшения и начала подбирать идеальный образ для предстоящей вечеринки. И тут как раз пришел Билл со своей коробочкой. И вы оставили его наедине со своими драгоценностями? Да, пошла налить лимонада. День был жаркий, и Билл весь вспотел, пока прикручивала эту штучку для Wi-Fi к потолку. Так вы не видели, что это именно программист взял кольцо? Нет, я услышала, как начала лаять зефирка. Пошла посмотреть, в чем дело, и застала Билла возле моего столика с украшениями. Он что-нибудь сказал? Да, сделал невинное лицо и промямлил что-то про птичку, которая залетела в окно и ходила по столику. Сказал, что прогнал ее. И вы ему поверили? Да, зефирка часто лает на птиц. Но еще она не любит, когда трогают мои вещи. Она хоть и маленькая, но староживая собачка. А когда Билл ушел, я не смогла найти кольцо моей бабушки. И вы сразу подумали на него? Нет, всякое случается. Оно могло закатиться куда-нибудь или случайно в складку одежды попасть. Но осадок остался. Тогда как вы оказались в парке? Эмили рассказала, что Билл собирается сделать Мэри предложение. Он не выдержал и показал ей кольцо. По описанию я поняла, что это то самое бабушкино украшение. У меня дыхание перехватило от такой наглости. В общем, я решила убедиться во всем сама. И немного проследила за этой парочкой. А Ватсона взяли за компанию? Я поделилась с ним своими соображениями. Холмс, конечно, посмеялся над обвинениями, но согласился пойти. А когда ситуация грозила выйти из-под контроля, увел нас в участок. Кстати, могли бы вы с ним поговорить? Зачем? Уточните, собираются ли они хоть что-нибудь предпринимать по поводу моего заявления? Я не заметила, чтобы Билла арестовали или хотя бы вызвали на допрос. Хорошо. Ватсон, по поводу заявления на Билла. Ха! Вы уже в курсе? Да, ситуация обострилась. Королева сказала, что подала на Билла заявление. Верно. Кража и хакерская атака. И вы что-нибудь собираетесь предпринять по этому поводу? Ну, с кольцом пока все как было, так и осталось. Новых доказательств стороны предъявить не смогли. А вот со взломом базы есть кое-какие подвижки. Поделитесь деталями. Был установлен факт хакерской атаки. След ведет в наш город. Любопытно, что от взлома пострадала только королева. Ни кражи информации, ни других манипуляций с данными аэропорта не было выявлено. Так вы подозреваете Билла? У него есть мотив – ссора с королевой. Предыдущие прецеденты вспомните, как Билл устроился работать в полицию. Скажу так. Сейчас наш программист – лидер очень короткого списка подозреваемых. А сколько человек в этом списке, если не секрет? Один. И я бы уже дал делу ход, но… Билл оказался и подозреваемым, и единственным специалистом, который мог бы разобраться в этой хакерской атаке. Но, понятное дело, допустить его к расследованию я не могу. Что вы планируете делать? Выписал из центра технаря. Через пару дней он подключится к расследованию. А пока мы приостановили сотрудничество с Биллом, и очень-очень пристально наблюдаем за всеми его действиями. Получается, Билл лишился работы? Да. А вдобавок может лишиться и свободы. Если хоть одно из обвинений королевы подтвердится, вы бы с ним поговорили на тему «Чистосердечное признание облегчает наказание». Он по-прежнему отмалчивается. Все отрицает и твердит, что единственный преступник, которого нужно посадить – королева. Понятно. Билл, у меня состоялся неприятный разговор с Ватсоном по поводу вас. Я не понимаю, королева там всех загипнотизировала, что ли? Почему ее слушают, а меня игнорируют? Она при свидетелях отобрала кольцо, и хоть бы что. А стоило взять правосудие в свои руки, так меня тут же уволили и грозятся в тюрьму посадить. Это что, заговор какой-то? Королева рассказала свою версию. Она звучала очень убедительно. Может, вы поведаете, откуда взялось украшение? Я его купил, точка. Почему мне никто не верит? Возможно, из-за того, что вы не говорите, где вы его купили. Ситуация серьезная. На кону тюремное заключение, Билл. Ох, хуже уже не будет. Ладно, кольцо я получила в качестве оплаты за услуги. Билл, хватит говорить недомолвками. Выкладывайте все как есть. Ладно, хорошо. Я впервые увидел это кольцо несколько дней назад в лавке у Карла. А при чем тут Карл? При всем. Карлу была нужна помощь в... Эээ... Кое-чем по части программирования. Ну а мне нужно было кольцо, чтобы сделать Мэри предложение. Риск был минимальный. Вот я и согласился. Карл попросил вас сделать что-то незаконное? Поэтому вы не захотели рассказывать Ватсону, откуда взялось украшение? Да, в общих чертах. Получается, тогда у королевы дома... Я действительно отгонял птичку. Здоровую, между прочим, с ворону размером. Наглая такая. Залетела в окно и давай по столику разгуливать. Зефирка начала лаять. А та хоть бы что. Продолжает выхаживать и что-то высматривать. Вот я и подошел поближе, чтобы отогнать птицу. И тут зашла королева? Верно. Как это вообще связано с кольцом? Пока не знаю. А Карл говорил, откуда он взял украшение? Угу. Это эксклюзив от его знакомого из Антвердпена, ювелирной столицы мира. Сказал, что у кольца есть своя история, которую он мне обязательно расскажет как-нибудь потом. Я, в принципе, и не настаивал. Спешил сильно. Нужно было готовиться к свиданию с Мэри. Вот как-то так и получилось. Понятно. Пожалуй, стоит поговорить с Карлом и разузнать побольше об эксклюзиве из Антвердпена. Так, ждем Карла. Карл, скажите, откуда взялось кольцо, которое приобрел у вас Билл? О, это эксклюзив от одного моего знакомого из Антвердпена. Да-да, ювелирной столицы мира. Забавно, точно такое же украшение пропало у королевы пару недель назад. Если вы на что-то намекаете, то советую вам подумать дважды. Я уважаемый бизнесмен. И ваше прошлое мне тоже хорошо известно. Ладно, ваша взяла. В любом случае, я не стал бы работать там, где в буквальном смысле ем. Какие-то пару тысяч, это не мой масштаб. Так вы расскажите, откуда взялось кольцо? Приятель из Антвердпена не прокатит? Нет, Карл. Ладно, кольцо притащил один ваш посетитель пару недель назад. Я скажу вам, кто именно это был. Хотя я вовсе не обязан этого делать. Услуга за услугу. Установите вазу с цветами мрамор, и я назову имя. Где-то между шестым и девятым браком у меня в спальне стояла такая же. Ох, и времечко было. Ну, окей. Так, ага, вот она эта ваза. Сейчас мы ее поставим. Пусть будет здесь. Карл, мы установили то, что вы просили. О, прекрасно. Ваза с цветами мрамор точь-в-точь такая же, как была в моей... в моем старом доме на набережной моря. Только пахнет лучше. Занятно. Может, вернемся к нашему вопросу? Что ж, уговор есть уговор. Я скажу вам, кто принес кольцо. И кто же это был? Петрович. Откуда он его взял, не знаю. Да и не сильно меня этот вопрос заинтересовал. Профессиональная привычка, знаете ли. Ну, хорошо. Поговорим с Петровичем. Ну, его тоже нет. Ладно, ждем. Итак, Петрович. Петрович, у меня к вам есть один вопрос. Если вам подсказать надо, на какую лошадь поставить или выбрать выигрышный билетик в лотерею, то это ко мне. Почему? Мне в последнее время не просто везет, а прямо прет. Ну, так что вы там хотели спросить? Пару недель назад вы принесли на продажу Карлу кольцо. Можете сказать, откуда оно у вас? О, это очень забавная история, которую... Которую? Я расскажу вам за чашкой чая с шафраном, колганом и анисом. О, ну ладно. Чай с шафраном, колганом и анисом. Пожалуйста, ваш чай с шафраном, колганом и анисом. Рассказывайте. Благодарствую. В общем, дело было в обед недели две назад. Мы заливали тротуар после ремонта теплотрассы неподалеку от дома королевы. Сижу я, значит, жую бутерброд с колбасой и вижу, чуть правее меня на ветку дерева сорока садится. Жирная такая, холеная, и в клюве что-то блестящее держит. Продолжайте. Я присмотрелся. Ядрёны макароны, кольцо, дорогущее с виду, но и решил устроить равноценный обмен с птахой. Это как? Сорока мне кольцо, а я ей колбасу. А разве птицы едят колбасу? Эти всё едят. Они даже пиво выпить могут, за что я, кстати, их очень уважаю. Получается, вы просто обменялись. Как-то не очень верится. Конечно, всё было не так гладко. Сорока птица наглая. Естественно, она захотела бы и при блестяшке остаться, и колбасы отведать. На чём я и сыграл. Это как? Положил бутерброд на землю, а сам спрятался. Сорока подлетела, приземлилась возле лакомства. Ходила туда-сюда, примерялась. Но с кольцом в клювень, ну никак колбаски поклевать не получалось. В конце концов, птаха, клянусь, всё так и было, положила кольцо на землю и раздражённо каркнула. Мол, так ей не хотелось с добычей расставаться. И что было дальше? Сорока принялась потрошить бутерброд. Ну а мне только этого и надо было. Я из засады выскочил, и давай руками махать. Птица, ясное дело, улетела вместе с колбасой. Вы подобрали кольцо и отнесли его к Карлу? Ага, свезло так свезло. Послушайте, а сорока это такая птица размером с ворону? Ага, она самая. Их считают хулиганами среди пернатых, шалить любят, едят всё подряд, вещи блестящие воруют. Так Билл не врал. Вы это о чём сейчас? Кажется, произошло огромное недопонимание. Мне нужно срочно поговорить с Биллом и королевой. И начнём мы с королевы. Королева, нам нужно поговорить по поводу вашего заявления на Билла. Ватсон выдвинул обвинение? Билла арестовали? О да, надеюсь, этот программистик ответит по полной. Ему даже к тостеру нельзя будет подходить ближе, чем на 100 метров. Боюсь, с Биллом вышло недоразумение. Это он недоразумение. Одно большое недоразумение на ножках. Королева, пожалуйста, попытайтесь успокоиться и выслушайте меня. Фух, ладно, говорите, что там у вас. Петрович отобрал ваше кольцо у сороки. Билл не врал про птичку. Это она украла вашу фамильную ценность. Фантастика какая-то. И почему я должна вам верить? В первый раз слышу о птицах-любительницах украшений. Неважно, насколько неправдоподобно это звучит. Главное, Билл действительно не трогал ваше кольцо. Да. Но это не отменяет того, что этот горе-программист пустил под откос мою карьеру. Хорошо. Я заберу заявление о краже и объясню с Мэри. Но Билл точно не дождется от меня каких-либо извинений. И ему придется ответить за взлом базы данных аэропорта. Тут его никто за руку не тянул. Он осознанно испортил мне жизнь. Ну ладно. Билл, кажется, между вами с королевой возникло очень досадное недоразумение. Это уж точно. Я и понятия не имею, за что эта бесноватая на меня так взъелась. Она считает, что вы украли кольцо ее прабабушке. Ну вот опять. Я же все рассказал. Вы говорили с Карлом? Да. Он подтвердил ваши слова. Тогда в чем дело? Карлу кольцо продал Петрович. А он отобрал его у птички, которую вы прогнали со столика королевы. Ой, так украшение действительно принадлежит ей? А королева в курсе? Да. Она заберет заявление о краже и извинится перед Мэри. Но королева по-прежнему злится на вас из-за билета на самолет. Почему? Ну подумаешь, полетела бы попозже. Ничего смертельного не случилось. Королеве нужен был именно этот рейс. В итоге она не успела на концерт, где должна была выступить. Какой концерт? Не знаю деталей, но мероприятие было крупным. Вышло так, что королева подвела много важных людей. Ого! Все, ради чего она упорно работала целый год, пошло прахом. Пум-пурум. Ну я же это, не знал. Ой, как нехорошо получилось. И что теперь делать? Так это вы взломали базу данных аэропорта? Ну да, поймите, я думал, что королева преступник. Но в любом случае, я не хотел делать ничего такого опасного. Это же просто мелкая месть. Скорее, даже шутка. Вышло так, что вы поквитались на славу. На карьере королевы теперь можно ставить крест. Я же не злодей какой-нибудь. Не хотел, чтобы так получилось, честно. Эх, как же все исправить? Точно, есть идея. Поделитесь. Королева и Клайд оба музыканты. У мистера Боуэна наверняка есть знакомые, которые могут дать королеве второй шанс. Ну, теория шести рукопожатий, слышали? Интересная идея. Давайте я поговорю с Клайдом. О, спасибо огромное. Да пока не за что. Клайд, у меня есть к вам просьба. Не удивлен. Все почему-то считают, что я сплю и вижу, как бы это выполнить чью-нибудь просьбу. А вот что мне самому хочется, никого не волнует. Простите, Клайд. Давайте начнем сначала. Как ваши дела? Чего желаете? Вот так-то лучше. Подайте мне чашку горячего шоколада деревенский с тапиокой. А потом я выслушаю, что вы там хотели у меня попросить. Окей. Пожалуйста, ваш горячий шоколад деревенский с тапиокой. Давно пора. Я уже заждался. Итак, выкладывайте, что хотели. Скажите, у вас много друзей в музыкальной индустрии? Есть парочка. А что конкретно интересует? Помощь в организации концерта, звукозапись, продвижение? Продвижение. Ага. Нужно, чтобы нужные люди услышали нужного человека. Это можно устроить. О ком идет речь? О королеве. У нее недавно приключился неприятный инцидент. Ха! Девочка дала маху, это точно. Даже я в лучшие годы не позволял себе пропустить выступление перед 50-тысячной толпой. Не удивляйтесь, слухами мир полнится. Да, я себе такого никогда не позволял, в каком бы ни был состоянии и под чем бы ни был. Хммм. О чем это мы? Королеве нужен еще один шанс. Можете устроить, чтобы ее пригласили выступить и, возможно, заметили бы? Хммм. Возможно, но я ничего не гарантирую. Современная музыкальная, как говорится, тусовка, далека от круга моих знакомых. Однако есть пара человек, которые способны устроить девчушке еще одно выступление. Вы сообщите, если получится. Если ответ будет положительный, я поговорю с королевой. Можете сами у нее спросить, что да как, некоторое время спустя. Ну хорошо. Тогда ждем, когда вернется королева. Ну вот и она. Королева, вы разговаривали с Клайдом в последнее время? Странная история. Мистер Боуэн подошел ко мне, поворчал в своей обычной манере и сунул в руку визитку. Сказал что-то вроде, если между твоих наушниках что-то есть, позвони по этому телефону. И что вы сделали? Конечно, позвонила. Вы не поверите, кто мне ответил? Агент того самого диджея, у которого я должна была выступать. Он не только не бросил трубку, но и предложил сотрудничество еще раз. Вы снова будете выступать на разогреве? Да, и на этот раз я не упущу свой шанс. Поздравляю. А что с Биллом? Вы по-прежнему сердитесь на него. Ай, ну его. Я забрала заявление. Кольцо мне вернули. Если Ватсон даст ход делу, хорошо. А если нет, тоже не расстроюсь. Сейчас других забот хватает. Нужно готовиться к выступлению. Ого, вы довольно быстро поменяли свое мнение о Билле. Меня немного подкупило, что он подошел и извинился. Сказал, что не знал, насколько важна для меня была та поездка. Вот я и остыла. Кстати, Билл попросил передать, что хочет с вами поговорить. О, хорошо. Спасибо, что передали. Билл? Вы хотели со мной поговорить? Ах, да. Хотел поблагодарить вас за помощь в разрешении ситуации с королевой и... Ох, простите меня. Тут такое случилось. Не могу в себя прийти. Вас опять арестовали? Нет. Просто я не знаю, как реагировать и... Расскажете? Да. Только можно мне сначала чашечку адреналина с гуараной? Конечно, можно. Пожалуйста, ваш адреналина с гуараной. Рассказывайте. Спасибо. В общем, я женюсь. Снова. Или как это сказать? О, вы сделали предложение Мэри? А как же кольцо? Технически Мэри сделала мне предложение. Посадила на стул, спросила, ты это всерьез на пикнике говорил? И что вы ответили? Конечно, всерьез. Тогда Мэри достала из кармана кольцо, надела его на палец и сказала, да, Билл, я согласна быть твоей женой. Ого, неожиданный ход. Да я сам до сих пор в шоке. Кольцо, кстати, шикарное. Выглядело еще дороже, чем то, которое, ну, кольцо королевы. У Мэри тоже есть фамильные ценности? Без понятия. Я открыл рот, чтобы спросить то же самое, но Мэри закрыла его поцелуем и... В общем, этот вопрос немного перестал меня волновать. Что ж, поздравляю, Билл. На какое число назначили торжество? О, мы пока не определились. Это было единственное условие Мэри. На этот раз она хочет настоящую свадьбу с гостями, платьем, церемонией и шикарным банкетом. На организацию всего уйдет некоторое время. Ну да. Так, с нами хочет поговорить Мэри. Мэри, примите мои поздравления. О, спасибо. Полюбуйтесь на мое кольцо. Как оно вам? Шикарное. Кстати, можно задать вам вопрос? Мне тут Биллку и что рассказал? А, понятно. Я видела, как он переживает из-за случая с королевой. Некоторое время я сама не знала, что думать. Но потом ситуация прояснилась. Мы поговорили с королевой, она объяснила, что произошло. В итоге я решила взять дело в свои руки, потому что я бы трижды вышла на пенсию, прежде чем Билл решился бы снова сделать мне предложение. Почему? Вы же его знаете. Сомневался бы, делал прогнозы, составил бы математическую модель вероятности успеха с учетом произошедших событий. О да, это похоже на Билла. Нельзя, чтобы какое-то недоразумение стало на дороге к нашему счастью. Оглянуться не успеешь, а жизнь уже пролетела в сомнениях и нерешительности. Понятно. Можно спросить, где вы взяли ваше шикарное кольцо? Это фамильная ценность дитов? Надеюсь, что станет. Кольцо мне Маргарет подарила. Она, кстати, и подала мне идею насчет сделать предложение самой. Маргарет? Она же ярая противница браков. Может, она в тот день не с той ноги встала? А может, и в ее глазах что-то могло измениться. Отдала кольцо и сказала, чтобы я не переживала по поводу его стоимости. У нее от Карла еще 12 осталось. Что ж, в конце концов, все закончилось хорошо. Это радует. Да, и не без вашего участия. Вот возьмете 10 алмазиков за спасение моей будущей семейной жизни. О, благодарю. Ну что ж, видимо, на этом моменте серия заканчивается. С нами теперь хочет поговорить Рон. И, очевидно, это совсем другая история. На этом мы заканчиваем. Ребят, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok